В Ангарске состоялся масштабный праздник, посвященный 375-летию пожарной охраны России. Сотни ангарчан увидели показательные выступления спасателей, выставку специальной техники, а также попробовали кашу, приготовленную на полевой кухне. Подробности далее. Пожарным принято желать сухих рукавов и поменьше работы. На счету каждого десятки, а то и сотни спасенных жизней. Ежедневно они подвергают себя опасности ради одной цели – остановить стихию. В Ангарске в день 375-летия пожарной охраны России спасатели поздравили командиры, общественные деятели и первые лица округа. Борьба с огненной стихией, конечно, это дело очень серьезное, требующее большой подготовки, огромной силы духа, профессиональных навыков, слаженной и четкой работы. Нужно многое знать, многое уметь, чтобы не только отстоять имущество, но и главное – это спасти человеческие жизни. Вы с успехом справляетесь, с возложенными на вас обязанностями и, можно сказать, мы спим спокойно. В свою юбилейную дату местные спасатели порадовали ангарчан танцем пожарной техники. Не боясь высоты, дирижер направлял многотонные машины, которые двигались в такт с оркестром. Также пожарные продемонстрировали несколько операций. Спасение человека из горящей машины и эвакуация людей из полыхающего дома. Руководил процессом Роман Подхолзин, начальник местного пожарно-спасательного гарнизона. И, наверное, сказать слова спасибо ветеранам пожарной охраны, которые были на начальном этапе становления и в период самого развития всей пожарной охраны. Конечно, действующему личному составу подразделений пожарной охраны ангарского гарнизона и в целом Российской Федерации пожелать всем крепкого здоровья, стабильности, мирного неба над головой, хорошего настроения и сухих рукавов. Стоит отметить, что в столь важный для спасателей день многие из них были награждены грамотами, орденами и благодарственными письмами. Также некоторые сотрудники получили очередные воинские звания. А ангарчане, в свою очередь, поблагодарили своих героев за их нелегкий труд. Егор Сорокин, Олег Левченко, Местное время.